Уже завтра исполнится моя мечта. И в общем-то мы не смогли его поехать и собрать. Я понимаю, что это со своей стороны манипуляция. Этому дню решению я шла уже полгода. Всем привет! Определенно это самое милое видео на моем канале, потому что сегодня вместе с вами я хочу исполнить свою маленькую мечту. И начать я вам предлагаю прямо с самого начала, то есть подготовки к приезду щеночка в наш дом. Но для самых нетерпеливых в описании я оставлю тайм-коды, по которым вы сможете перейти в любой момент этого видео. Я немного переживаю, но сегодня 21 февраля. Января, простите, простите, января. Я только что внесла предоплату за щеночка. Собрать щеночка можно будет только после второй прививки. Честно сказать, вот сейчас, когда я уже зарезервировала щеночка, внесла предоплату, я немного переживаю. Этому дню решению я шла уже полгода. Надеюсь, что я сделала правильный выбор и что у меня получится все воспитать этого малыша, и у нас с ним все будет хорошо. Как вы уже заметили, вчера я очень волновалась и как-то очень все сумбурно вам рассказала, но тем не менее, думаю, что вы поняли. И сегодня я купила вот такой вот огромный пакет из пяти матков пряжи. По-моему, она называется как-то для ручного плетения, я в этом вообще не очень разбираюсь. Просто у меня появилась такая очень классная идея, сделать для щеночка такой маленький пледик, который я, получается, положу на его лежанку. Также сегодня с утра я заказала все самые необходимые принадлежности для щеночка на первое время. Лежанка, мисочки, пеленочки. Кстати, я заказала многоразовые, потом вам все это покажу. Какие-то игрушки, ну, в общем, такие вот всякие мелочи. Я сейчас смотрела видео, пыталась повторять за девушкой, как она вот это вот петет. С первого раза не получилось, пробую еще раз. У меня опять получилась какая-то вот такая вот колбасочка, поэтому пробую заново. Сейчас время уже 12 часов, я днем перестала вязать. Вот, в итоге сейчас пыталась сделать что-то снова, но у меня опять не получилось. Я что-то неправильно сделала с узором, и он вот какими-то дырками здесь. Ну, в принципе, ничего страшного, у меня есть еще время до того, как приедет песик. И поэтому, когда я этот плед доделаю, обязательно вам покажу. Я не знаю, сколько времени прошло с момента моей последней съемки этого видео, но, в общем-то, мне пришли все вещи для песика. Я тут все уже расстаивала, потому что песик приедет уже завтра. Вот, сейчас я вам все поподробнее покажу. Ну, во-первых, это, конечно же, его лежак. Здесь такая подушечка, она двойная, то есть вот вроде бы какая-то такая зимняя, больше тепленькая. Это на такой летний вариант. Ну, не знаю вообще, какая сторона понравится песику больше. Также, кстати, вот этот вот плед, который я довязала. Что касается игрушек, то, во-первых, это такой вот авокадо, который пищит. Как видите, этот малыш очень похож на то авокадо, которое стоит у меня на кровати. Также еще вот такой вот канатик, он был просто в подарок к мисочке. И еще вот такой вот мячик, который был в подарок как раз-таки вот с этим вот лежаком. Пока что больше игрушек я не покупала, думаю, сделаю это чуть попозже. Прямо рядом с лежаком я положила ему пеленочку, на которой он будет делать свои дела. Ну и, конечно же, вот такие вот две маленькие мисочки. Они, по-моему, по 150 миллилитров, то есть как раз-таки для очень мелких пород собак. На таком резиновом коврике. Мне просто понравилась сама такая идея, очень симпатично. Насчет его доставки. Там очень такая интересная история. Я, по-моему, уже говорила, что песика я беру из питомника, который находится в Крыму. То есть от моего дома это в 5 часах езды. Вообще, изначально я планировала, что мы с родителями поедем, его заберем прямо из питомника. Но там небольшие накладки. И, в общем-то, мы не смогли его поехать и собрать. Поэтому питомник предлагает такую услугу, как зоотакси. То есть это перевозчики собачек, которые прямо на машине, в специальных клеточках собачек везут и отдают их хозяевам. Я изначально думала, что нам привезут его прямо домой. Но в итоге оказывается, что его привезут в соседний город, из которого нужно будет его все равно забирать. По идее, его будут должны привезти с утра. Я не знаю, во сколько это точно будет. Потому что, опять же, эта служба перевозок никак не сообщила точно во сколько. Они сказали, что мы вам позвоним за три часа, как бы это будет утром. А когда утром, там это будет девять или шесть утра, это уже как бы непонятно. И поэтому я вообще не знаю, успею или завтра в школу. Сейчас пойду это делать все свои уроки, дела. И, скорее всего, буду уже ложиться спать. Давай, предлагай мне, предлагай. Пойдем. Ты не еду, а розовый? Я беру розовый, все. Как прокладки открывать. Итак, время уже полдесятого. Нам только что позвонил водитель нау такси. Сказал, что привезет песика на место в 11.15, то есть в город Анапу. Меня немного возмутил тот факт, что мы договаривались, что он позвонит за три часа. В итоге позвонил меньше, чем за два. Ну, как бы тут уже ладно. Как видите, я сегодня не пошла в школу. Сейчас буду сушить волосы, одеваться, собираться и поедем. С собой я беру вот этот вот пледик, потому что нужно вот щеночка куда-то завернуть. И также еще одну новенькую одноразовую пеленку, потому что в дороге нам ехать все-таки 40 минут. И мало ли что случится. Короче говоря, на этом моменте мы наконец-то приехали за щеночком. Как видите, вот так вот выглядит зоотокси, в котором как раз-таки находятся все домашние животные. И в одной из клеточек внутри как раз-таки находился мой песик. Здесь нам дали сначала документы, потом также дали корм, который передала заводчица на первое время. И вот тот самый момент. Тут как я, так и сам щеночек. Мы просто в шоке, мне кажется, оба. Он немного трясется, то ли от страха, то ли от холода. Но в итоге мы его забрали, все хорошо и едем домой. Ну и все, домой приехал. Ходешь туда на лежанку свою? Давай, малыш. Леначев, что ты? Давай. Все, дома. Мы приехали домой, он очень сейчас растерян. Я его сразу положила на эту пеленочку, сказала заводчица, чтобы он сходил в туалет, потому что ехали они долго. И непонятно, чтобы сейчас он не испортил никак лежа. Вот сейчас тут у меня еще есть провода, которые нужно обязательно сейчас будет спрятать, куда-то убрать, чтобы все было максимально безопасно. Щеночек прям с хорошим аппетитом покушал. Затем прошел мой младший брат из школы, и произошло, так скажем, их первое знакомство. В принципе, дальше все было замечательно. Буквально через полчаса щеночек уже освоился, начал играть, веселиться, вилять хвостиком. Но, в принципе, все это вы видите и так на кадрах. И вот этого вот маленького зайчика, кстати, я забыла вам сказать, я назвала полковник. Ласково можно Полюша, можно Полкан, как придумал мой папа. Вообще, эта кличка появилась, можно сказать, случайно, я бы так сказала. Заводчица просто очень любила называть этих малышей полковниками, ну, именно мальчиков этого помета. И почему-то я решила, что, ну, как бы, почему бы не называть, собственно, полковника. Но если вы подписаны на мой Телеграм, вы об этом всем уже давным-давно знаете, потому что уже сегодня я выложила всю информацию про щеночка, все вам там показала в Телеграме. Надо подписываться на Телеграм. Скажи правило. Вот уже освоился, и все, и не начал грызть, да? Нельзя, малыш, нельзя. Что за вредина, что за вредина? Как говорят, его нужно сразу чем-то отвлекать, когда начинает что-то хорошее грызть. Можно дать ему игрушечку, и он переключит свое внимание. Вот. Я пока что в этом еще не профессионал. Конечно, у меня уже была собака, кто на меня давно подписан, об этом знает. Но в основном я никогда особо не занималась ее воспитанием, потому что когда мы только вот купили, когда она была маленькая, я была еще тоже, собственно, маленькая. Вот. А в этот раз вот это вот чудо теперь полностью на мне, конечно же. Теперь только от меня будет зависеть, насколько будет воспитанный пес, пес, поэтому все в моих руках. Ну, все, ты будешь спать уже наконец-то? Все, ложись спать, я ухожу. Вот так вот с ними рядом вроде бы сидишь, гладишь, он засыпает, все хорошо. Но как только я собралась уходить, сейчас вы увидите, что произошло. Я сейчас пошла в магазин, тут все ходит, обнюхивает. Замюхивает. Да? Ты меня подождешь? Все, жди меня, я скоро приду. Да, скоро приду я. Скоро приду. Да. Также этим же вечером ко мне в гости пришел Саша. Для тех, кто не знает, это мой парень. И, в общем-то, здесь у них тоже проходит первое знакомство. В принципе, полковник начал сразу же хорошо к нему относиться. То есть все было очень мило, они поиграве. И то есть никаких вообще проблем не было. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Всем привет. Итак, сегодня уже день следующего дня. Я уже успела сходить в школу. В субботу, конечно же. В эту ночь я спала не очень хорошо, потому что щеночек, как я уже и говорила, скулил. Постоянно просился на ручки. Но как бы я, конечно же, никак на это не реагировала. Потому что вот он попрыгает, поскулит, устанет и как бы ляжет спать. Ну, а сейчас, так как щеночек уже более-менее освоился, я хочу примерить его одну вещь, которую я ему заказала. Это вот такая вот толстовочка. Она немножечко теплая. И просто интересно, как она будет смотреться на полковнике. Мы, кстати, попробовали надеть ему его ошейник. Но, к сожалению, он его испугался из-за того, что здесь есть такой именно брелочек. Он начал в панике бегать, потому что брелочек как бы вот так вот звенит. И он, конечно же, не понимает, что происходит. Поэтому пока что ошейник я оставляю и не трогаю. А вот такую вот кофточку, мне кажется, можно надеть. Он сейчас, конечно же, растерялся и вообще не понимает, как двигаться в этой кофточке. Она ему идеально подошла по размеру. Конечно, когда он вырастет, она ему уже не подойдет. Я не прогадала вообще с размером. Господи, мой зайчик! Что, тебе неудобно? Неудобно тебе? Нельзя кусаться! Нельзя кусаться! Нельзя кусаться! Да, скажи! У нас сегодня на улице такая обалденная погода. У нас выпал снег. Я, конечно, понимаю, что для многих это не удивление. Как бы, ну, вроде бы зима. Но просто мы живем как бы в Краснодарском крае. И у нас тут снег, ну, прям очень редко. И как бы, чтобы вы понимали, мы сейчас на дворе февраль. И за все это время вот он первый раз только выпал. Я, честно говоря, бы очень хотела в такую погоду погулять с полковником. Но, к сожалению, ему еще пока что нельзя. Вообще, заводчица предупредила, что можно гулять только дней через 10. Поэтому мы пока что сидим дома. Кстати, сегодня я забрала еще несколько покупок для полковника. Это ботиночки и переноска. Сейчас буду все это щеночку показывать. Вам в том числе. И, кстати, еще забрала вот эту вот пеленочку. Она точно такая же, как предыдущие темные. Просто более светлая, соответственно. Вот так вот выглядит переносочка. Она такая серая, приятная. Практически со всех сторон обделана сеткой. Внутри здесь получается, так, с другой стороны, вот такой вот вход. В общем-то, здесь еще вот такая вот мягонькая постилочка, которая была в комплекте. Все классно. Есть ручка, которую можно также прикрепить, чтобы было удобнее носить. А еще, кстати, этот проказник очень любит брать мои волосы, да? И кусать их нельзя. Получается, что ботиночки я заказала, потому что мы с родителями поедем в скором времени в горы. Как-то я уже снимала из подобной местности влог. Вот, если что, ссылочка будет в описании. И получается, что полковника мы, конечно же, берем с собой. И я подумала, что нужно его утеплять, потому что, ну, как бы там вот снег. Думаю, что прохладнее, чем у нас сейчас на улице. И поэтому, чтобы его лапки не замерзли, я, собственно, заказала ботиночки. Внутри у них такой какой-то мех небольшой. Здесь также подошва с вами провязиненная. Куда мы лезем? Сейчас будем ботинки мерить. Конечно, понимаю, что песик сейчас будет в них вообще, скорее всего, неудобно. То есть он еще вообще к этому не будет готов. Но мы просто примерим, как бы посмотрим. Ехать нам туда еще, конечно, не скоро. Ну, как бы просто я заранее все сделаю сейчас. Короче, пыталась я сейчас, как видели, вонарить ботиночки, но ничего не получилось. Я заказала, видимо, слишком маленькие. Поэтому сегодня пойду на Вайлбери спробовать отдавать. Не знаю, получится ли вообще оформить возврат, но буду на это надеяться и перезаказывать. Ну все, будешь без ботинок ходить. Все, лапы отмерзнут. Ну и, собственно, с этой булочкой мы живем уже вместе 4 дня. Все хорошо, он уже освоился. То есть он играет вообще спокойно, не боится. Уже на данном этапе наших взаимоотношений, когда я куда-то ухожу надолго, либо просто нахожусь, например, в другой комнате. И когда я захожу к полковнику, он очень радуется, прям прыгает от счастья. Ведет он себя очень спокойно, хорошо. Ничего пока что не испортил. Как он будет дальше развиваться, расти, вы можете видеть в моем телеграме, на ютубе, конечно же, в следующих видео. Я обязательно буду его показывать. Поэтому не забывайте подписаться. Увидимся с вами в следующих видео. Я вас всех безумно люблю. Ну и всем до новых встреч. Пока.